Сегодня в зале администрации собрался актив района. Работники бюджетной сферы, фермеры и предприниматели, представители общественности. В режиме ВКС подключились главы сельских поселений. Перед присутствующими с отчетом о проделанной работе за пять лет выступили депутаты Госсовета Хаса Республики Адыгея от Кашхабльского района, члены партии «Единая Россия» Мухаммед Ашев, Мурат Шхалахов, Каплан Борсов и Зура Бзехов. В отчетном собрании приняли участие глава Кашхабльского района, секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Заур Хамирзов, а также депутаты Совета народных депутатов Кашхабльского района. Мероприятие прошло в рамках отчета партии и формирования будущей программы «Единой России». Участники проанализировали работу за истекшие годы, оценили свою деятельность и достигнутые результаты. «Скажу, в это время что-то удалось реализовать во взаимодействии с руководством района, с руководством и с педагогом. Так, в последние пять лет в Ауле Ходз по инициативе депутата Шхалахова, Мурат Магамедовича и меня, который представляет округ, мы включили в бюджет Республики, при поддержке главы Республики, проект газификации на водоснабжение аулахов. Это очень актуальный вопрос был. Проект реализован. Все руководство, реализация проекта, документация, контроль, осуществляла администрация Кашхановского района. Дальше в утре Казино-Кужорском уже это руководство региона при поддержке Единой России сделало реконструкцию Дому культуры в Казино-Кужорском. ФАПы построены в трех населенных пунктах на нашем округе. В Ауле Ходз реконструкция была тоже в амбулатории, она нуждалась в ремонте многие годы. Тоже было сделано. В Вечипсилии, вот на нашей, опять-таки, кстати, с Муратом Магамедовичем, мы включили в бюджет Республики финансовые средства на реконструкцию Дому культуры, которая тоже в продолжительной войне нуждалась в ремонте и закрыта была практически. Актив АОЛ подключился, руководство региона подключилось, и после того, как реконструкция Дома культуры закончилась, прилегающая территория облагородили, сегодня эта территория находится в очень хорошем состоянии, все, кто приезжает, видит, любуется. Показательный стал объект, один из самых красивых углов, нуждался в этом и удалось совместными усилениями реализовать. Сегодня, оглядываясь назад, дорогие друзья, я могу с уверенностью сказать, что благодаря вот такому тесному взаимодействию и сотрудничеству с органами исполнительной власти Республики Адыгея, с руководством муниципального образования Кашкаба, с главами сельских поселений, которые сегодня на обратной связи, с нашими предприятиями, которые работают в Республике Адыгея, удалось, поверьте, сделать очень многое. Понятно, что афишировать и рассказывать все это не нужно, но я думаю, что и избиратели видят, и жители Республики Адыгея это все понимают. Часть и наказы избирателей могу еще раз сказать, потому что те проекты, которые он нам означал, это, условно, проекты, которые он продвигал, он продвигает наши коллеги Зурак Падрабевич и Кавкан Русланович. И в части работы депутатского корпуса по госсовету могу сказать, что мы никак не в тени. Если брать тематику или контекст обращения, безусловно, уважаемые коллеги, что актуальны темы обращения, допустим, не были вопросы, связанные с организацией отдыха, детей, детские площадки, с организацией устройства дорог, дорожного покрытия, благоустройства. Вопросы, связанные с энергоснабжением, мы видим по специфике моей работы очень много таких обращений, ну и адресная помощь, безусловно, присутствует в тематике обращений, много-много другое. Могу вот сегодня и сказать, и доложить, что все обращения и я, и мои коллеги, депутаты госсовета ИХАС, рассматриваю своевременно. По всем обращениям, не могу сегодня сказать, что все мы исполняем полный 100%, потому что есть вопросы комбинации депутата госсовета, есть вопросы, которые либо комплексно подходят, тем не менее, мы, безусловно, реагируем на все эти обращения, по всем этим обращениям, соответствующие реакции, конечно, поступают нашим коллегам. Прежде всего, хочу поблагодарить активных учителей, которые помогали мне увидеть проблемы района, поселения, найти пути решения этих проблем и провести работу по установке недостатка и улучшения средств жизни в поселении. Также хочу поблагодарить администрацию района, специалистов всех отделов, поскольку за исполнение выявленных их жителями потребностей обращался регулярно и всех профильных отделов и практически всегда видел открытость и желание реализовывать конструктивную инициативу. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь и работу. Во время карантина в нашем округе для лиц пожилого возраста была организована волонтерская служба по доставке лекарств и продуктов питания на дом. Тому, кто не мог выходить на улицу, кому была необходима помощь не только в виде лекарств и питания, но и также помощь. С удовольствием участвовал в реализации национальных проектов, реализуемых на территории нашего района, таких как региональный проект обеспечения качественного уровня развития инфраструктуры и культуры. В рамках данного проекта в районе реализованы следующие мероприятия. Завершено строительство Дома культуры в Ауле Ходз на 300 мест. В 2020 году существовал капитальный ремонт Дома культуры в Которе Казинокужорске. Реализованы мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки по улице Казинокужорске. Следующий проект – это создание всех категорий и групп населения и условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного резерва. В рамках этого проекта в городе Кышка был построен культурно-оздоровительный комплекс. Радует, что в районном центре у нас достаточно за короткие сроки появился еще один современный спортивно-оздоровительный комплекс для занятий спорта для жителей нашего района и всех возрастов. В рамках соглашения заключенных администрациями сельских поселений района с Министерством финансов Республики Адыгей в 2020 году реализованы проекты развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах, куда были направлены сельства, в том числе сельства бюджета поселений и сельства, поступившие от населения и от предпринимателей. Это такие объекты, как ремонт участка автомобильной дороги в Ауле и в Урхай, благоустройство общественных территорий на площади перед Домом культуры в хуторе Игнатьевский, ремонт улицы Спортивная в Ауле и Кашкабль, установка комплексов уличных спортивных силовых тренажеров на территории главы площадки в селе Натырбово, благоустройство и установка детской площадки возле дома культуры в Ауле и Холдс. Хочу выразить слова благодарности жителям района, которые приняли участие в реализации этих важных социальных проектов. В основном мы занимались творческой деятельностью в Хосе, поэтому принимали граждан, прием граждан делали, некоторые вопросы решались, некоторые вопросы, конечно, не удалось решить, есть вопросы были проблемные, но старались работать с администрацией вплотную. Поэтому, что хочется сказать, по возможности, конечно, оказывали помощь и школам, и садикам, спортивной площадке Кашкабль, Хачимзи, школа, освещение, значит, в силу нашей возможности, с Капаном Александровичем мы делали те добрые дела, которые нужно было делать новогодние подарки детям, малоимущим, поэтому хочется в главе администрации за помощь и товарищам. В ходе своего выступления народные избранники еще раз напомнили присутствующим о сложной эпидемиологической обстановке, которая сохраняется по всей стране, в том числе и в нашем регионе, связанной с коронавирусной инфекцией. Призвали жителей соблюдать все требования Роспотребнадзора, сделать прививку и тем самым обезопасить себя и окружающих от этой болезни. В сегодняшнее время сложное. Хочу обратиться к дорогие земляки, людям, которым синский потек показаний есть, или не прививаться. Это одно. Но остальным мой совет прививаться, сделать эту прививку. Давайте беречь себя, своих близких, своих родственников, главы сельских поселений и присутствующие выразили слова благодарности депутатам за их активную поддержку. Добрый день. У меня не вопрос. Я пользуюсь случаем. Хочу выразить искреннюю признательность Каплану, Борсову, Зехову, Зурабу за ту помощь, которую они неоднократно оказывают нам, как спонсоры, нашим культурным мероприятиям. Дорогие мои земляки, в вашем лице мы видим не только спонсоров, но и наших добрых товарищей и наших единомышленников. В завершении Заур Хамирзов от себя и от лица жителей района поблагодарил депутатов Госсовета Хаса Республики Адыгея за слаженную и плодотворную работу в период текущего созыва.